Двух членов. Потом Ассоциация Организаций Творцов Искусств. Это, скажем, уже немножко они переродились, но это ассоциация, которая объединяет все организации специфические. Как у нас Творческий союз? Творческий, да, который объединяет Творческие союзы. Вот это ассоциация. Не каждая из них, а уже сама ассоциация, они по своему рекламенту получили, должны выбрать в этом процессе, решить и должны быть. И плюс есть у нас еще, это еще одна тема, это закон о ассоциации, которая имеет, организация, которая имеет статус этих Творцов. Это отдельный еще закон, который могу переслать, это больше ассоциальный краник, закон просто, вот за искусство. Но, скажем, вот эта ассоциация, потом... Тоже двое, да? Тоже двое. Уже шесть. Скажем, два. Два. Кромра, да? Два творческие. И вот эта ассоциация. Да. Два. Ну, пенсийный, творческий. Потом ассоциация работников муниципалитетов. Еще. В сфере культуры. Так что регионы, они тоже имеют свою ассоциацию, где мы очень активно, там входят представители из муниципалитетов по культуре, но и организаций, они тоже двоих. Делегируют. И совет по науке. Просыщим. Потому что связаны много... У нас это... Как мы получаем доступ? Тогда переходим сюда, только немножко сложнейший процесс. Я не знаю почему, но это была дискуссия. Три организации, вот тоже ассоциация. Ассоциация библиотек, ассоциация музея и ассоциация Центровского культуры. Домов культуры, которые были на у нас здесь... Возвращение. Да, это спадщина. Это спадщина. Нет, это спадщина. Да, это спадщина. Потому что это домов культуры, ассоциация культуры. Один, один и один, они втроем, эти три ассоциации, должны между собой решить, где группа и детектировать двух. И когда начинается большой конфор, как я называю, то двух должны выбрать независимые организации, экономико-старственные организации, работающие в сфере культуры. Тут они официально такие официальные по названиям, они объединяют. Тут говорится про все анжиомы. Это, скажем, я создал, не знаю, группы, например, у вас тут много, но там группа, да, такая группа художественная, другая ассоциация, она имеет и довольно в битве много этих независимых организаций действует с культурой. И они должны выбрать два, но процесс начинается самый интересный, что тогда еще начинается тот процесс выбора. Сперва они должны зарегистрироваться, что я хочу участвовать в выборах. Организация присылает документы, расписанная, немножко расписанная, такие документы должны представить, это, главное, документы про честпереждения, если они не объявлены, но у нас не можно посмотреть в интернете, и про своих действий. Конечно, мы стали работники, намного, как я говорил, смеялся в министерстве, мы это знаем уже, в Литве, в главной деорганизации, в Мингосударственной, там много знаешь, но можешь других не знать, особенно новых, и чтоб не прошло, они там кричали, что вы дураки, не знаете, когда расписывали нас, и тут уже сколько лет мы работаем, те же самые документы, нам присылали, с коллегами мы говорили, ну извините, а найдется какая-то фирма ромашка ремонтов тракторов, которые, по другим, так, учреждения, главная деятельность, ремонты тракторов, укрописы, рождение цветов, ну и культурные, ну и спишут, что мы делали два культурных проекта, ну, по цене права. и политическим фактусом, я скажу, проходят. И в другом части, начнем создавать конкуренцию, при этом, в процессе выбора. Ну, тогда успокоились, немножко позже, почему. И вот здесь процесс этого, он довольно трудный. Они подают документы участвовать, в выборах, и предлагают своих избирателей, своих кандидатов. А кто организовал, это кому подойдет? Это все координирует министерство, по законному министерству, потому что, ну, ну, скажем, я рассказываю этот процесс, потому что комфинировал я, скажем, персональные, и те коллеги, которые немножко, ну, вся переписка документов, и так далее, и процесс их выбора, это, как будто, в какой-то, в какой-то, в какой-то, в какой-то, но, можно, тогда, когда собираются документы, составляются, проверяются, составляется список их, кто участвует, и список уже кандидатов, и предложенных. Тогда назначаете, ну, день, когда собрание, собрание, это, наверное, будет только голосование, они собираются, у нас в этом процессе, я думал, больше будет, около заявок 30 организаций. Это мало или много? По всему, это, скажу, мало, мало, но это уже не было, достаточно как Литва, тоже не было, не было большого интереса, другие сыграли, потому что это, при незаконе, только его внедрение, в практике, где пробелы, тоже могу сказать. И было то, что сразу заметил, что, некоторые организации объединились, и делали, как мы называемым, это было очень ясно, только по закону, ты уже ничего не можешь делать, вышло в сторону, да, они, например, это право, и они так вот, так и поступили. Ну и от каждого, и потом, из этого появился еще картельный этот сбор, потому что, кандидатов предложили те же самые кандидаты, которые имеют право, и участвовать, но процесс пошел, и тогда не собирается, и тайным голосованием голосуют, чтобы должны быть такими. Тайным голосованием, ну по закону, виталий, никакой агитации, но не во время, и вы идете на выбор, получаете агитацию, да, подсчеты, может быть, и за много расписано, потому что, по закону, уже демократия, они собираются, первые тогда должны между собой решить, выбрать председателя этого собрания, который будет подписывать протокол и смотреть процесс, и выбрать комиссию подсчета голосов, там отвергнут и установлен член. Это все курирует, то есть 30 организаций. Министерство, это все курирует, да, да, и вот я рассказываю свою практику, как этот процесс был, и это говорилось, но немножко, да, было интересно, за полгода, ну, что пришло, на электронной почке, то есть, если ты садил в угол, да, ну, фактически, нет, они собираются, они рассказывали, в документах, да, 30, им разрешено, и было, ну, если вот 30, было 25, должно было быть так, формально, если считать 50 кандидатов в списке, но, как я взяли, было 18 кандидатов, и тогда они голосуют, и вот тут тоже, третье, периодически, как я расписывал, это голосование, может происходить, и длиться, и сутки, и две, потому что, пока не выберут, а это голосование, в Садыло, не пойдет, в Садыло, пока не, не пойдет, установлено, что, скажем, из этих 18, наибольших голосов, там, три, или четыре, или один, самое большое, да, шесть или семь, собрало одинаково, опять они остаются, все люди, скажите, пожалуйста, голосование идет вживую или электронно? Нет, вживую, вживую, вот это исключено, электронно, ну, на месте, пока, может, потому что, не создана программа специальная, надо тогда создавать, чтобы, как вы axe, сделать, Спасибо. И один, тоже, вот здесь один, когда уже имеем 13, один, один должен быть от эмоциональных downs. Тот же самый, тот же самый процесс, как и СМИ с государственными, да, то же самое, регистрируется, называют, кто будет в организации участвовать, предлагают своих кандидатов и тот же самый процесс, который происходит. И тут последнего имеет право для нас ливидировать. У нас процесс был так, что министр сказал, опять делал 10 советов, собирали, а то уже, знаешь, говорили, ну так ты же имеешь уже право там быть политически, но нет, делаем совет с этим советом, пускай и те приглашат, пускай и те приглашат. А есть в этом совете, кто представляет авторские права, коллективное управление, вот именно связанное с авторскими правами? Здесь есть или здесь? Тут нет представления, тут выборщики, все сферы культуры. Потом идут уже кандидаты, которых надо будет выбирать. Не, я понял, но есть же структуры, которые занимаются авторским правом. Коллективное общество по стильному управлению, они не участвуют именно в таких авторских процессе управления культурой через представительство? У нас это было разделено, естественно, ответственно за это, но они все эти ассоциации об авторским правах в процессе, и им это совсем не интересно, он был и приходил, потому что этот совет, который, наверное, он как будто не задействовал распределение и действие. Это тоже связано с этим. Они могут, как действующие в сфере культуры, предлагать и участвовать, как свои организации, но специально, скажем, сюда, где уже действующие ингредиенты, насколько я понимаю, потому что вот по этому распределению у нас тоже практически немножко вам. Вот здесь, в государственных организациях, они могут участвовать, но никто не было у них этой заинтересованности, сразу видно было, что это просто не интересует, потому что ну да, это скорее контролирующий какой-то процесс, чем творящий. И тогда, ну все, тогда уже имеем 14 этих аксакаров, которые будут уже... Нет, 14 аксакаров будут потом. Вот. И тогда процесс идет в подаче заявок до кандидата уже в СССР. Сколько человек в Совете? Ну вот уже формирование этого Совета. Сколько это человек? Это 10 человек плюс председателя. Это 10. Кандидатов может предлагать, так лица и юридические, и физические. Расписано главное, чтобы это был кандидат-человек, работающий, ну где-то работающий в связи с сферой культуры, довольно известный в этой сфере, работающий не менее 5 лет, но известный в последний день. Счастливые опинион лидерсы? Счастливые опинион лидеры. Не, где-то, но это было так, очень литерально, и, скажем, для этих кандидатов было подано 50% кандидатов. кандидатов, они должны подавать кто угодно. Тут один процесс, а эти будут выбирать. И вот 58 уже кандидатов, 14 этих выборщиков выбирают тайным голосованием. 14 человек это конкурсная конкурс. Она должна выбрать 20. Процесс не закончен. Она должна выбрать 20. Они выбирают тайным голосованием этих 20. Тогда получаем 20. Мы уже выбираем. После этого из этих 20 министров с этим парламентским политическим советом. Своим? Грамматикой радости? Да. Который при министерстве должен выбрать 10. И чтобы сократить ему иллюзию. Может быть, чтобы у вас отставить ответственность? Рассуждаем, я не знаю. Почему я ему даю право выбирать? Это вот сказать точно и не могу. Почему это и так парламент по дискуссиям. Но практически, это вот говорю немножко о демократии, практика. Тот же самый совет декретировать выборщиков. которые они имеют. Была практика. На демократии мы сами писали, мы играем. Скажем, вы участвуете, вы писали этот закон, вы большие дискуссии, да-да-да-да-да. Практически, когда у вас тоже почти 80 процентов, которые участвуют в этом процессе. И тогда практически они уже смотрят, что немножко получился коллапс. Потому что и делать вот 20 из 58 процентов. И тенденция была главная вот здесь. Кандидат. Кандидат в этот совет. То есть это ж любой человек, да? Любой человек. Вы можете предложить, вот скажем, можете... Сказать, я хочу предложить вот документы. Да, да. Присылать документы. Предлагаю вот такого, 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 такого. Он там должен вот что расписано, ну, 5 лет, немножко известный работающий в сфере культуры и так далее. Там пишите рекомендацию, его данные присылают. И как раз было думано, что молодежь, ну, молодежь, и побольше, и тенденция. То есть эти 58 кандидатов. Молодежи не было. Было где-то, скажем, 30 процентов. У вас хорошие цены. А сколько их попало в конечные 10? В конечные 10 попало, скажем, 20. Нет, у 20 попало где-то 50 процентов. Но тут надо опять одна проблема. Ну, не проблема, но те же самые выборщики из этих кандидатов должны, скажем, по закону смотреть, чтобы выбрать людей разных сфер, и немножко, которые репрезентировали их немножко регион. Это не может быть, скажем, надо думать, по закону немножко вписано, что для самих 14, которые выбирают, надо думать, что 20 была бы пропорция, и все, которые не стали вписано в гейский жанр. Или, ну, как много у нас, скажем, этих людей, которые были фроссов и которые, ну, в этих людей, которые много, которые, ну, те люди, которые все хотели, которые объединяют, ну, разные, много жанров. Хорошо их знают, так ли. И вот тут с молодежью, молодежи, скажем, было около 50 процентов. На какой срок выбирается? На 4 года. В этом процессе из этих процедур. Вот тут был оборот после этого голосования, что 10 министров со своим советом. Тоже они могли сесть и делать то, но решили об этом диспетирование, что делать из этих процедур. И опять очень похожее. Если так смотреть на человека, так музыка, конечно, там была передоминирует, а то и свет не пополнит. Но как-то по моему голосованию от этой серии министр сказал, где ты делаешь на пене, и после дискуссии мне голосует, я сейчас выбираю. В Х5. 10 выбрали. И председателя оставлено, потому что имеет право предложить. Предложить. Практически. А это и есть. Это было, что, хотя, хотя в Финле уже вернулись к этому. Три года тому назад, с больших, этому управлению министерством, отошли немножко демократии. У вас это только один раз прошли? Да. Сейчас. Только один раз. Не собираетесь упростить систему. Так вот, это и правда. Вот я же говорил, что вот такая демократия, когда много-много советов пришли, что могли бы, до чего доходит этот процесс. Немножко. Да, думаю, что будут, конечно, упрощать. И тогда уже отдается правительство, должно указом правительства они удержались на 4 года. Конечно, когда правительство может вдруг быть, что правительство кого-то может завидировать, но... А если уже? Ну, 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 такого... Сколько времени вы подкатили на эти выборы? Времени, скажем, начали с 15 января, процесс до утверждения их... Ну, немножко, как я развисывал, было сумасшествие, конечно, но указ принят через полгода, как в начале... Через 5 месяцев, начале июня. Эффективность? Из этого так эффективность говорю. Вот проблема была сразу... Вы выбрали именно тех людей? Трудно сказать, потому что никто... Скажем, как у нас не было в конкуренции тенденции, что тот или иной, или иной, ну, другое... Вот как раз... Вы могли предлагать вот эти 50... в список 58. И тут... Тогда... Знаете, если спрашиваете... А, так... Того надо было? А... Почему ты спрашиваешь, или не доволен мой ответ сразу или другого? Почему в процессе не было? Да. Приезжие могут участвовать тоже... Могут выдавать законы... Иностранцев? Да. Но... Тут тоже необдуманное... Вот это тоже так и... Потому что проблема, которая началась сейчас в процессе... Все. Они подтверждены, начинают работать. Они тогда... Ну, сейчас уже не надо. Они есть вот этот бот. Тогда администрация... Вот это... Технически... И... Букет... Независимый эксперт. И... Уже к ним и на все заявки... Так как главная функция... Вот и для них сейчас... Это распределение... Голосовать? Да. Уже голосовать и принимать решения. Простым большинством принимается решение... Да. Экспертный совет... Они это же не имеете... Эээээ... Эээ... Ээээ... Эээ... создается при администрации при этом совете они набирали экспертов тоже путем конкурса тоже одна из больших трудностей у нас была потому что нормальные эксперты которые хорошо знают их надо договаривать и так далее по закону если ты хочешь нормального и это вот у нас это уже другая другое это уже на каждый год у нас больше в этом году вернулись немножко к старому скажем по жанрам одна часть позапрошлым году это был кардинальный и мы явились с полем больше было сделано хоризонтально это программа скажем организация детей и молодежи программа и заявки подают все сферы но выбор приоритетный приоритетный да устанавливается в главных 5-6 приоритетов которые соответствуют с главными приоритетами направления государства которые устанавливаются у нас скажем на 3-4 года главные стратегические приоритеты это эдукация молодежи втягивание всех социальных групп населения в культуру третьи регионы больше культура но конечно инновации и так далее это немножко служит специально но вот эти 3-4 главные стратегические направления по них уже формируется вот эти приоритеты поменьше еще раз для меня под меня экспертные советы и этот совет да как они тогда создают они потом объявляют сейчас в самом начале администрация создана есть эта голова и по закону к всему они объявили конкурс на набор экспертов вот определенные программы совсем как говорится блок или котел целый нет не такой программы а совсем набрать экспертную группу сколько их эксперт сейчас в списке они имеют около двухсот и там тоже представлены все И тогда они уже начинают, скажем, они сейчас нет на 2 года, они их так выбирают, утверждают. И тогда они финансируют программу, по конкурсу уже этот совет смотрит. Скажем, вот тут программа эта появилась, там 12 детей, молодежи, и она направлена на то и то, и то. Они смотрят, набирают группу уже комиссии из этого состава, утверждают, кто будет эти проекты. Они это кто? Кто из них 200 выбирает 20? Вот эти 11. А можно еще сказать, да? Они под себя выбирают тех, за чьи решения будут зажигаться. Они организовывают конкурс. Да. Они именно общественные начала. Нет. Совет не получает нормальная зарплата, они только получают могут за заседание, которое символическое, члены Совета получить. У нас установлено где-то 300, но за свою работу то, что они делают, они нормально не имеют никакого атака. Одиннадцать. 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 Это председатель, который надо работать. Это общественные действия. Эти десяти, да. Эти десять из двух двух, 200 экспертов выбирают. Сегодня мы обсуждаем программу образования молодежи. Нет. Нет. Они утверждают, что должны быть эксперты на распределение этих денег, эти программы. «Скажем, из той сферы, из той сферы, из той сферы, из той сферы, из той». И количество. Девять или десять, потому что в законе написано. Это уже для них диспозиции отдано. В законе написано, что минимум одну заявку должны рассматривать два эксперта. Они пошли по старому, потому что решение. И тогда уже эксперты оплачут. Но они тоже не отдают. Но они уже за свою работу устанавливаются. И им будет тоже лишение, сколько оплатить. Или за заявку, или за 10 заявок, или за программу. И это, конечно, зависит от бюджета. И вот тут проблема, потому что никто валютаристически не работает. Никто не хочет. Потому что это все равно, как говорится, работа и деньги маленькие, а денег нет. Вот меняли закон с этого года, когда меняли вот эту оплату фонда, что-то 2% для оплаты экспертов. Ты правильно понимаешь, что эти 200 экспертов, они не работают постоянно все время? Они как бы на готовках? Да, да, да. Они и работают, но они уже собраны и есть. И это процесс, скажем, у нас это главное где-то 2 раза хорошо в год. Это удаленная работа. Два раза в год. Они все новое обратили? Что 2 раза? Они утверждаются на 2 года. Вот скажем. И потом должны меняться. Ротационно. Там есть профессионально, что, по-моему, около 3% должно поменяться через 2 года. А вот работа, сколько они работают? Но заявки подаются у нас осенью, главная вся программа, чтобы на начало года уже и потом где-то. Но это занимает. Но это занимает. Что занимает? Они работают так. Они заявки получают электронные. Матер-руки, они будут заявки, скажем. Они пишут свои процессы экспертные. Они весь форум по критериям и так далее, или баллы, или экспертные. Своими комментариями пишут оценки для этого проекта. Тогда финально собираются уже в свою комиссию, могут подискутировать и изненавидеть эти решения. Но в основном они, насколько я знаю, собираются все равно для веста конечного решения своего. И когда отдают протокол на уже свое решение, на совет. А совет уже тогда... А кто разработал? И, конечно, имеет совет по закону права. Вето? Вето принятие аргументированных, да, в совете. Могу спросить. В этом совете имеет право, но тогда аргументированно. Это должно быть проказано. Они только с экспертами могут быть председателем этой группы, с административой, и все они протоколируются и так далее. И это, как говорили еще, должно быть мега-система, что объявлено. Когда объявляется даже и отказ по чиповам с конкретными проектами, или инфраструктами. Пишут почему? Объясняют твой паз. Ну, когда сходят, но идем к тому, что... Тоже, вот, проблема денег на специальную компьютерную программу, что регистрируют, что регистрируют. Рейтинг. Уже с этого года должны были выбрать заявок. Кода 6 тысяч. Сейчас, скажем, через первый этап... Да? 6 тысяч. 6 тысяч. 6 тысяч. 200 экспертов должны обработать 6 тысячи. Не 200. Привет, не 200. Вы ставите на это? Уже 200 экспертов поделились на группы. Мы обрабатываем заявки по культуре, мы обрабатываем заявки по театру. А кто пишет программы, разрабатывает программы? Кто расставляет приоритет? Какая программа в первую очередь? Кто разрабатывает программы? Это разрабатывает и утверждает производственного министра своим указом, но процесс разрабатывания это совместно с Советом, Министерством и, в принципе, тоже с главными организациями. Но главные приоритеты, которые устанавливаются, исходя из стратегических приоритетов, тогда вот эти уже дальше программы, приоритеты, скажем, 5 или 6 главных, тогда уже разрабатывается тоже смотря с консультациями и по реакции конкретно науку, по результатам прошлого года, скажем, удалось на креативные индустрии. Продолжение следует...